Пять персонажей, один из которых – труп. В театре «Старый дом» комедийный детектив, двойная игра. Поставил спектакль режиссер Константин Колесник. На сцене интригующая история. Ее сочинили американские драматурги в лучших традициях детективов Агаты Кристи. Премьеру криминальной комедии увидел Станислав Якушевич. Сценография спектакля сразу создает на сцене атмосферу, знакомую по романам Агаты Кристи. Зима – богатый особняк, где, как в ловушке, заперты персонажи пьесы. Созданная художником Константином Соловьевым, декорация одновременно и конкретна, понятно, что тут обитают звезды экрана, и условна. Как будто смотришь хорошо знакомый фильм, ну, например, про Мерлин Монро. В репликах персонажей полный набор газетных клише из жизни звезд. Тут и творческий кризис, и алкоголь, и связь с неким политиком. Я все расскажу журналистам. Устроить страшный скандал. Что? Что слышишь? Весь мир узнает, что он из меня в жизни. Ты сколько? Мама сошла. Эльвира Гловацких воплощает на сцене образ кинодивы, чьи лучшие фильмы в прошлом. Вокруг гаснущей звезды ее свита. Агент-продюсер, врач-психотерапевт, экономка и журналист. Тайны этих обычно закулисных персонажей и выплывают наружу, когда происходит убийство. Огромная машина, плеяда людей, которые кормятся этим человеком. И они его любят и ненавидят одновременно всегда. Завидуют ему, презирают его, готовы убить его. И понимают, что если ты убьешь его, то сам останешься ни с чем. Пьеса Ребекки Рассел и Брайана Стюарта по всем признакам для антрепризы. Спектакль-двойная игра вроде бы незамысловат. Подробности из жизни звезд, много смешных реплик, все типажи узнаваемы. Фабула незамысловата. Но режиссер намеренно тормозит бойко развивающийся сюжет. Паузы насыщает саспенсом. Детективный жанр, отмечает Константин Колесник, требует от зрителей и актеров сосредоточенности и внимания к мелочам. Может быть, уже наш ритм жизни не позволяет нам в театре окунаться в такую медлительную, может быть, аналитическую работу. А больше развлекательный контент, развлекательная энергия, которая должна со сцены литься. Либо-либо очень острые обстоятельства психологические. Спектакль построен как нагромождение загадок, недоразумений и всяческих скелетов в шкафу. И ответ на самый главный вопрос, является ли убийцей Дворецкий, зрители узнают только в финале. Станислав Якушевич, Дмитрий Кан, Новосибирские новости.